Здравствуйте, Марина Владимировна. Это главный внештатный специалист, клинический фармаколог Департамента здравоохранения города Москва, заместитель директора Центра клинической фармакологии научного центра экспертизы средств медицинского применения, доктор медицинских наук, профессор. Здравствуйте еще раз. Да, здравствуйте. Марина Владимировна, скажите, пожалуйста, чему более всего уделяется внимание 18-й ассамблее Москвы относительно клинической фармакологии? Надо сказать, что клиническая фармакология – это в том числе лекарственное обеспечение, а лекарственное обеспечение составляет до 90% всех лечебных мероприятий. Поэтому, по сути, все симпозиумы так или иначе посвящены вопросам правильного применения рационального лекарственных препаратов, возможности наиболее рационального применения их. И, безусловно, наша клиническая фармакология, она способствует тому, чтобы этот разговор был более актуален, современным и давал возможности для дальнейших перспективных направлений. Мы сегодня вот буквально до вас говорили с Андреем Георгиевичем, он показывал обновленный список рекомендаций, где он был редактором. И это рекомендации по введению определенных заболеваний, синдромов, где нет упоминания медицинских препаратов. И как раз часть, касаемая клинической фармакологии, конечно, очень ее не хватает для врачей-терапевтов. И хотелось бы вот такой вопрос задать. Некоторые препараты, которые зарегистрированы в других странах, их по какой-то причине у нас в России нет. Где-то, может быть, нет законодательной базы, где-то какие-то клинические исследования не пройдены, Скажите, пожалуйста, ожидаются ли в этом году какие-то новые препараты, выходящие на наш рынок? Насколько прост для них путь регистрации в России? Ну, вы знаете, этот вопрос, он очень важный для всех систем государственного обеспечения здравоохранения. Мы считаем, что в нашей стране наиболее такой правильный и наиболее приемлемый путь для появления новых лекарственных препаратов. Потому что, безусловно, мы стремимся к тому, чтобы у нас был полноценный объем тех новых лекарственных препаратов, которые выходят. Но в то же время наша задача сделать так, государственных органов, в том числе и врачебного сообщества, чтобы мы применяли только достаточно хорошо изученные, эффективные, безопасные лекарственные препараты. Наша система регулирования этого вопроса, она одна из наиболее четких, одна из наиболее проверенных. И, в общем-то, в арсенале нашего врача на сегодняшний день более 44 тысяч лекарственных препаратов. Безусловно, фармакология не стоит на месте. Сейчас вот идет век иммунобиологической терапии на основе моноклональных антител. Это совершенно новое поколение лекарственных препаратов, и мы с интересом ждем, как они будут проявлять себя в клинике. Но, безусловно, всегда появляются те препараты, которые мы бы хотели уже получить. Для этого есть различные, кстати, варианты и формы. Это как клиническая апробация, еще какие-то возможности, клинические исследования. Когда еще не зарегистрированный препарат уже может быть доступен тем пациентам, которые согласны участвовать в данных исследованиях. То есть вариантов достаточно много и для тех препаратов, которые еще находятся в процессе вот этого регуляторного формирования. То есть до того, как они будут зарегистрированы. Да, конечно. То есть они вполне доступны. Хорошо. Я хотела задать вам вопрос, очень наболевший в обществе, естественно, по поводу препарата спинраза. Того препарата, который призван лечить спинальную мышечную атрофию. Он очень дорогой, мы это прекрасно понимаем, но тем не менее он дает надежду пациентам, у которых этой надежды не было. Как сейчас обстоят с ним дела? Потому что я знаю, что очень много было вопросов, проблем с его регистрацией. Зарегистрирован ли он и доступен ли? Вообще, конечно, это очень важно. Это не столько уже даже медицинский, а больше и социальный вопрос. Потому что действительно мы все ратуем за то, чтобы все самые современные лекарственные препараты, которые проявили свою необыкновенную какую-то особую эффективность для таких тяжелых инвалидизирующих заболеваний, были доступны нашим пациентам. В том числе педиатрическая практика, она очень нуждается в таких лекарственных препаратах. И мы знаем, что сейчас этот вопрос уже практически отрегулирован. И на самом высоком уровне ожидаем, что эти препараты по показаниям. Опять же, ведь очень важно понимать, что нет препарата, который подходит всем больным, даже с похожим диагнозом. А тем пациентам, которым он необходим, мы надеемся, что эти пациенты получат эту надежду, этот препарат. И самое главное, что этот препарат оправдает наши надежды. За это покажет только практика. Да, к сожалению. Ну и учитывая, что он достаточно дорогой, и он будет доступен для них бесплатно, это, конечно, очень. Ну, тут, в общем-то, действительно, во всем мире вот эта категория препаратов, которые выходят в область редких, орфанных, их даже называют сиротские препараты. Потому что таких пациентов немного, но цена, стоимость курса лечения, а курс это продолжается всю жизнь для этого пациента, она, безусловно, может формироваться только обществом. Потому что сам пациент или его близкие родственники, они, безусловно, находятся вот в той сфере, когда именно социальная активность, гуманизация общества, она приводит к тому, что помогают, несмотря на то, что действительно очень, ну, такие дорогостоящие и инновационные препараты. Мы, с одной стороны, очень рады, что они выходят, и со временем, возможно, они станут более доступными, как все в мире, но в то же время, конечно, именно сейчас помочь конкретному пациенту в этом задача общества. Скажите, пожалуйста, практически в каждой из сессий обсуждается вопрос цифровизации, того, как мы можем упростить или даже объективизировать, наверное, некоторые процессы. Успевает ли клиническая фармакология за этими трендами в здравоохранении? Ну, надо сказать, что несколько проектов, которые вот здесь тоже анонсированы, ведутся уже более чем полугода, более полугода активно. В том числе это система поддержки принятия врачебных решений, и наш созданный комитет по клинической фармакологии, он активно участвует. Это, конечно, очень большая помощь. В первую очередь сейчас мы ориентированы на специалистов первичного звена амбулаторно-поликлинического, когда это первые визиты, повторные визиты пациентов, и нужно очень быстро и квалифицированно принять решение. Самое главное, чтобы пациент был уверен, что ему назначено правильное лечение. Для этого и доктор должен быть уверен в том, что он все сделал правильно. И помощь, по сути, мировых данных, мировые сообщества, это очень важно для каждого врача. Поэтому клиническая фармакология здесь находится рядом и бок о бок с каждой специальностью. Это кардиология, неврология, отолерингология, гастроэнтерология. Мы везде, наш вот раздел медицинской помощи лекарственных препаратов, взаимодействие лекарственных средств, сочетаемость лекарственных препаратов и возможность заменяемости тех групп лекарственных препаратов, которые подходят пациенту, мы активно участвуем. Нам эта работа очень нравится, она дает еще раз нам возможность пересмотреть даже какие-то определенные положения и постулаты клинической фармакологии. Все в динамике, все в движении, появляются новые классы лекарственных препаратов, и в этом, собственно, очень важная и значимая часть клинической фармакологии. Мне кажется, клиническая фармакология очень интересная специальность. Скажите, как организовано обучение по этому направлению? Ну, клиническая фармакология, это действительно, даже так можно сказать, это не специальность, а образ жизни. То есть мы обожаем, любим лекарственные препараты, читаем инструкции по медицинскому применению, как художественную почти литературу. В то же время мы понимаем, что необходимо минимизировать вот этот процесс. Первое, самолечение, когда больной сам назначает себе массу препаратов и парафармацевтики, в том числе фитотерапевтических, каких-то минеральных, естественно, ресурсных и других пособий. В то же время для врача очень важно формирование, сочетание и баланса эффективности и безопасности препарата. И вот сегодня очень большое внимание мы уделяем особым категориям пациентов. Это дети до 12 лет, это в клинической фармакологии особая с точки зрения уже объективных данных. И пациенты старше 65 лет. И в этом отношении Москва тоже, надо сказать, совершает такие очень быстрые революционные шаги. У нас созданы программы как раз для вот этих категорий пациентов. Как проходит обучение? Ну, во-первых, мы так же, как и все московские врачи, готовимся и проходим на квалификацию и звание московского врача, проходим аттестацию, и у нас проводится постоянно непрерывное медицинское образование. Для нас это крайне важно, потому что вот вы задаете вопросы о новых препаратах. Кто должен в первую очередь о них знать? Конечно, клинический фармаколог. И дальше уже просвещать, обучать врачей в клинике, в амбулаторно-поликлиническом звене, в реабилитационных центрах и выходить, в общем-то, и с публичными выступлениями для того, чтобы и пациенты тоже были вовлечены в этот процесс. Я правильно понимаю, что это ординатура по клинической фармакологии? У нас есть сейчас, да, для того, чтобы стать врачом-клиническим фармакологом, необходимо пройти двугодичную, на сегодняшний день, клиническую ординатуру. После этого он может уже работать по специальности. Но это положение, оно остается, а те, кто уже работает в этой области, они постоянно повышают свою квалификацию, сдают аттестации на категории врачебные и другие квалификационные форматы, которые на сегодняшний день дают возможность повышать квалификацию постоянно. А как вам кажется, ведь медикаментов очень много, групп препаратов много, заболеваний очень много, как вам кажется правильнее, когда клинический фармаколог привязан к какому-то отделению и работает с ним, либо к многопрофильной больнице и работает с разными группами болезней? Ну, вы знаете, у нас существует положение о нашей специальности, и там есть порядок, определен порядок, количество врачей-клинических фармакологов, которые должны быть в стационарной амбулаторно-поликлинической помощи. Это 250 коек и один врач, и 500 посещений в смену. Но в реальных условиях, учитывая, что также, как вы совершенно верно отметили, это цифровизация, информатизация, у нас работает несколько отделов клинической фармакологии. Как правило, это врачи, которые курируют весь многопрофильный стационар. И это крайне важно, потому что они могут мониторировать ситуацию по лекарственным препаратам в целом. То есть, возможно, в одном отделении есть одни особенности, в другом другие, но это врачи, которые контролируют лекарственное обеспечение всего этого многопрофильного, огромного, многоцелевого стационарного или амбулаторно-поликлинического звена. Так всегда было, и это наиболее рациональный подход. Спасибо большое, Марина Владимировна. Уважаемые коллеги, мы продолжаем работу в 75-м павильоне ВДНХ на 18-й ассамблее «Здоровая Москва».